Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Майнинг Симулятор 2. Для этого нам, как всегда, требуется чит и скрипт. Скачать и получить их можно очень просто на моем личном сайте. Ссылочка на него будет в описании. Для начала, чтобы на него перейти, вам придется выполнить некоторые условия, подписаться на канал, поставить лайк и так далее. Там, в принципе, их немного. Значит, смотрите, если у вас нету чита, заходим во вкладку Exploits. И здесь выбираем, какой чит вы больше всего хотите скачать. Splash либо Star. Splash используется с ключ-системой. Ну, наподобие ключ-системы, там, короче. Ну, я думаю, вы поймете, видеоролик у меня есть, как скачать, можете посмотреть. А Star используется полностью без ключа. В сегодняшнем видеоролике буду показывать его. Далее, возвращаемся обратно. Также убедительная просьба. Кому не сложно, кому не лень, нажмите на одну из этих реклам, хотя бы разок. На сайте попутите буквально 5-10 секунд и можете закрывать его. Далее, пишем в поиске Mining Simulator 2, нажимаем поиск. И буду показывать в сегодняшнем видеоролике самый первый по счету скрипт. У него 1353 получения. Скрипт получается очень просто. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше. Заходим в Roblox. Запускаем чит. Также заходим в настройки в чите. Не знаю почему. К сожалению, DLL от VRDEVS почему-то не обновляется. Не хочет работать. Не знаю, что там с ними случилось. Обновление DLL, если что, происходит автоматически. Чит обновлять вам не нужно. Так что буду показывать на DLL от CRNL. CRNL использует ключ. В принципе, получать его не сложно. Давайте, пока буду инжектить, я вам расскажу. Значит, когда вы нажимаете на кнопочку Inject, у вас появляется окошко. Далее показывается ссылка. Вы ее копируете, вставляете в поисковую строку браузера. Проходите капчу. Далее ждете 15 секунд на сайте, который вас там перекидывает. Потом опять эту же ссылку вставляете, проходите еще одну капчу. И так их всего лишь будет где-то 4 капча. И на пятый раз у вас покажется уже сам ключ. Этот ключ вы вставляете вот в то окошко, которое у вас появилось. Нажимаете Enter и у вас происходит инжект. Далее вставляем сам скрипт в чит и нажимаем кнопочку Exclude. Ждем, пока он загрузится. Все, отлично, вот он появился. Функций здесь очень много. Я бы сказал, даже дофигища. Так, ну давайте, в принципе, пойдем в новый мир. Покажу, как это там работает. Этот мир, если что, пропадет уже через неделю, если не ошибаюсь. Может быть, даже меньше. Здесь сегодня вышло новое обновление. Тут вот новое какое-то задание, либо квест. Также в магазине появился новый питомец. И попробуем с вами на него накопить. Стоит 1 миллион тикетов. Но перед этим, давайте покажу. Здесь есть авторы балка. Посмотрим, как она работает. Сейчас вспомню, где она находится. А, вот фишинг. А, фарминг. Перепутал. Нет, здесь ее нет, к сожалению. Сейчас попробуем найти. Где-то я находил, а вот где, к сожалению, не помню. Здесь очень много функций. Вот, находятся во вкладке коробки Spins и Mining Games. Вот, автофиш есть функция. Включаем и смотрим, как она работает. Так, наверное, удочку в руку надо взять. И почему-то не работает. Скорее всего, нужно именно подойти к воде, чтобы рыба ловилась. Давайте проверим. Включаем. И почему-то до сих пор ничего не происходит. Окей. Значит, нужно включить перед этим, я думаю, сначала автоклейм. Фиш-реварс. Это получается собрать автоматически награду. Наверное, ее сначала включить надо. Давайте прямо в воду встанем. Не знаю, как это точно здесь работает, но это работает. Все, вот, как видите, началось... Начало работать. Все, рыба выпадает. То есть, в нужное место подходите к воде, где вам нужно поймать достающую рыбу. И в этой воде, получается, ее ловите. Как видите, эта функция работает. Отлично. Так, ждем, пока он завершит рыбалку. Все, отлично. Так, идем дальше. Что нам нужно в этом мире самое главное? Естественно, это фарм руды. Значит, заходим в фарминг. Далее. Нажимаем Select Ore. И выбираем руду под названием Aquamarine. Это самая дорогая руда, которая вам приносит больше всего тикет. И включаем функцию Auto Ore. Я надеюсь, она есть на карте. Потому что, если на карте ее нет, вы собрать, естественно, не сможете. Ну, как видите, у меня есть. Мне повезло. Я собираю. Довольно быстро, как видите. Происходит фарм. Все, отлично. Далее. Какие здесь функции еще есть? Auto Rebirth, в принципе, сами вы понимаете, что это такое. Вы можете использовать. Это, короче, продвинутый Rebirth. То есть, включаете автофарм какой-то руды. Потом Auto Rebirth. И когда накапливается нужное количество монет на Rebirth, он у вас автоматически делается. То есть, вам вообще ничего делать почти не нужно. Auto Sell это автопродажа, естественно. Локация здесь, где будет продаваться эта руда. Далее можно сделать ограничения на продажу руды. Вот, допустим, у меня в интере 37 миллионов 800 тысяч вместимость. Я могу сделать там, допустим, на 5 миллионов, чтобы продавалась руда либо блоки. Далее можно включить автофарм честов. Давайте, в принципе, это сделаем. Конечно, может быть, сейчас немножечко тут что-то сломается. Но будем надеяться, что все будет прекрасно работать. Так, нафармил. Я уже 190 руды. Значит, продаем ее. И смотрим, сколько мне дадут тикетов. Ну, в принципе, почти 100 тысяч за 190 руды. Неплохо. Но это, скорее всего, за счет того, что у меня 10 питомцев. И питомцы довольно сильные. Вот такие. Так что у вас, может быть, будет поменьше. Но в целом, можно довольно быстро накапливать руду и покупать этого питомца за 1 миллион тикетов. А далее давайте выберем, допустим, gold chest. Да, я его выбрал. И включаем эту функцию. И, как видите, все отлично работает. Давайте, значит, его уберем. И сделаем на эпический сундук фарм. Как видите, на эпический тоже работает. Также я видел, там легендарный есть. О, нифига себе, 2 эпических в одном месте. Круто. Вот, на легендарном это тоже работает. Давайте быстренько вам покажу. Убираем эпик. Ой, случайно реберс сделал. Вот это плохо. Так, ладно. Я сейчас застрял на одном месте. Секунду, там надо выключить вот эту функцию. Да, все выключили. И далее выбираем... Опять на нее нажал случайно. Легендарный. Включаем и смотрим, что будет происходить. Так, эпические мы убираем с вами. Ага. И, как видите, короче, легендарного сундука на спавне нет. Есть легендарный сундук только в мире получается лето. Окей, делаем реберст. В принципе, я думаю, вы поняли, как это... Ой, не реберст, а ресет. Чтоб заспавниться. Все нормально. Работало. Вот. Ну, короче, это все работает. Как видите, все отлично. Также есть очень полезная функция. Давайте перейдем в эту локацию и включим ее. Как видите, после ресета происходит вот такая фигня, то, что я летаю в воздухе. Ее вроде бы как не пофиксить. Это только перезаходить нужно, к сожалению. Есть очень полезная функция Майн Аура. Фармит очень быстро блоки. Как видите, где-то за секунду, наверное, собирается один или два блока. Очень полезная функция. Я ей пользуюсь. Допустим, когда есть задание, там нужно намайнить дофигища блоков. Вот. Я пользуюсь этой функцией. И она очень сильно спасает очень быстрые майнинг блоки. Как видите. Все. Ее выключаем. Автооткрытие яиц, в принципе, показывать не буду, я думаю. Также здесь есть какое-то фейк открытие. Это все сами проверить сможете. Так. Автооткрытие коробок, в принципе, я думаю, давайте вам покажу. Так. Нажимаем Sell. Я почему-то до сих пор в воздухе. Давайте сделаем Reset. Так. Значит, выбираем коробку, которую хотите открывать. Давайте выберу Exotic коробку. Также убираем анимацию открытия. И открываем. Так. Все. Выключаем. Смотрим, сколько коробок открылось. Короче, буквально за 5 секунд открылось около 47 или 37 коробок. В принципе, открывается очень быстро, как видите. Далее. Также есть автоспины. Это получается для колеса фортуны. Но, к сожалению, колесо фортуны уже убрали, как видите. Ну, ладно. И здесь вроде бы как все. Особо нечего смотреть. Смотрим, что здесь еще есть. Автопокупка получается. Кирки, пэкпак и так далее. Этот нас не интересует. Идем дальше. Factory Boost здесь тоже делается автоматически. То есть, если вам хватает, допустим, руды. Тут же руда или монеты. Ну, монеты, короче. То у вас автоматически ставятся гемы в разработку. Типа того. Это тоже пропустим. Телепорты пропустим. Сервер тут тоже не интересует. Визуал. Тут вы что-то можете сделать с визуалом. А это вроде бы как типа SP, наверное. Давайте попробуем включить. Не знаю, что будет происходить. Но пока ничего почему-то не происходит. Так, а на игроках это работает? Тоже что-то не работает. Либо что-то неправильно делаю. Окей. А, давайте включим сначала SP. И далее включаем игрока. Ну, короче, ладно, все. Забейте, не суть. Сами проверить сможете. Это не так важно. Не такая полезная функция. А вебхук, короче, это такая фигнюшка. Типа, когда вы открываете питомцев. Вы можете уйти куда-нибудь, не знаю, гулять. Или еще куда-то по делам. Вы, короче, создаете там сервер. Дискорд. Берете как-то от него вебхук. Сюда вставляете. И когда вам выпадает крутой питомец. Вам на сервере Дискорд приходит оповещение. То, что вам выпал крутой питомец. Вот так это работает. Ну, не знаю, насколько это полезная функция. Лично я ее не использую. Также можно гуишки открыть, получается, магазина. Или что это такое? Да, гуишки магазина, factory и так далее. Ну и, в принципе, на этом все. Я думаю, буду заканчивать. Я думаю, довольно крутой скрипт для вас нашел. Кому не лень. Заходите на сайт. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока.